всем большой привет меня зовут наташа я дизайнер украшений и вязание вязание игрушек я сегодня хочу снять для вас так о том что на моем рабочем столе чем я пользуюсь когда я работаю когда я делаю свои игрушки я вам пример не игрушки а украшение сегодня поговорим про украшение вот например вот таких вот брошей в общем чего я начну я использую что мне лежит 1 на моем рабочем столе это лежит вот такой вот коврик это как коврик под тарелки для еды но я его использую как чтобы все лежало и ничего не падала дальше я использую вот такой вот коврик немножко тут грязненький он только что стирался но уже много пару лет уже я им пользуюсь это кожа такой купить нельзя мне его подарили это кожа здесь синтепон ну да вот такая вот прикольно на нем очень удобная иголочкой разбирать собирать этот бисер чтобы нанизывать его на иголочку вот так вот очень удобная штука дальше я использую нитки я использую два разных вида ниток одни нитки это вот такие вот такие вот мне они не очень нравятся потому что они вот такие вот закрученные и в процессе шитья они очень сильно трепется и неудобно ими они они плотные но просто ими неудобно вот что они 1 1 расщепляются и получается что очень трепется вот такой но я использую вот такие вот меня баночка с такими нитками это вот такие вот и ниточки c целом или как-то правильно так он называется у меня здесь цветные также у меня здесь лежат еще вот такие вот остатки маленьких вот это самые ходовые поэтому они уже в остатках я сюда убиваю вот эти вот остатки и потом уже буду начинать новые но вы должны вот-вот прийти также я использую клей клей я использую мой самый любимый клей это вот такой вот бизон именно универсальный и я очень извиняюсь камера просто упала поэтому пришлось перезаписываю немножко по-другому вот сам такой вот клей он вот именно вот такой мне нравится я пробовала и кристалл от момента но мне не очень нравится дальше я использую иголки на данный момент я шью вот такими иголками называется они рыгал это японский номер 11 также я использую именно этой фирмы 9 размер когда я пришиваю бисер кож но но не используя 15 бисер потому что 15 бисер проходит только через вот эти вот они не длинные ими очень удобно шить они имеют маленькую головку через которую проходят 15 бисер дальше я использую для бисера уже вот такую вот ложечку откуда и откуда она у меня не помню честно ей уже тоже много лет и мне нравится ею насыпать бисер на вот эту вот основу и потом просто уже легко шить дальше пройдемся по бисеру я вам сейчас покажу два так вот так я использую 15 бисер она меня хранится вот в таких вот баночках баночки я покупала в папка это самые мои ходовые и любимые два размера это 11 бисер и 15 бисер еще есть восьмерка но я его использую редко и очень в редких оттенках следующем что у меня идет это ножницы у меня ножниц несколько штук но вот эти вот самые ходовые они с лошадью это ножницы сайта aliexpress у них очень-очень острые кончики ими очень удобно резать кожу фетр вот у меня например а вот такие такая вот работа я его во влоге уже показывала и вот эти вот места стыков вот эти вот ну вот этими ножницами идеально можно обвырезать то есть мне они очень нравится что еще обязательно я использую ручку я ей переношу с эскиза на фетр или на какой-то другой материал также я использую фетр у меня на данный момент в работе такой вот фетр жесткий он где-то меньше миллиметр наверное вот такой вот он я его покупаю в швейном магазине на метраж еще у меня есть вот такая вот игольница здесь я храню свои нитки они вот так вот выдвигаются и здесь магнит это вот у меня номер 9 и это у меня вязальные иголки они с тупым концом 1 и сушкам побольше есть какая-то там плюшевая пряжь и вот так вот очень красиво они закрываются это у нас вот такое вот мне это привозили я это заказывала ну вот если хотите можете вот как вот сайт дальше что я еще использую конечно же сваровский вот у меня бусины сваровский это маленький размер у меня еще есть побольше размеры то есть разных видов я не люблю просто простые то есть либо я использую натуральный камень либо сваровский но чаще всего это сваровский такие вот еще также кристаллы разных размеров и разных цветов также вот их тут положу красиво чтобы вам было также у меня есть сундучок вот такой вот он тоже ему очень много лет уже тут немножко в краске я его открываем и здесь у меня разные какие-то эскизы рисунки формы то что я когда-либо использовала вот ну и есть еще такая коробочка это не реклама поэтому я показывать саму коробку не буду и здесь у меня лежат такие вот кабошон чеки также я использую много разных ленточек вот такие вот сутажные ленточки и много всего вот на этом все такое короткое видео у меня получилось спасибо за просмотр я надеюсь вам было интересно посмотреть что у меня на моем рабочем столе а и я забыла еще на моем рабочем столе лежат вот такие вот плоскогубцы за совсем за и также мне не очень нравится и другие инструменты просто они лежат в отдельной коробочке поэтому я про них сразу забыл а на этом все рада была вас видеть подписывайтесь на мой канал мне будет очень приятно если вы лайк поставите лайк 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 вот так не забывайте лайк этому видео и увидимся совсем скоро в следующем видео